Друзья мои, приветствую! Сегодня с вами хочется поговорить о том, каким образом можно добавить динамичности композиции в плане ее ритмического восприятия на слух. Вы знаете, что у нас существуют простые составные размеры. Простой размер, например, 2 четверти или 3 четверти. Вот 2 четверти у нас сильная и слабая доля в нем присутствует. Если 3 четверти, сильная, первая, вторая, третья, слабая, слабая. Если взять 4 четверти размера, у нас уже получается как бы составной 2 четверти плюс 2 четверти. У нас получается, что сильная доля потом следует за ней слабая доля, затем относительно сильная доля третья и четвертая опять слабая. Если мы посредством усиления атаки во время щипков пальцев правой руки сможем подчеркивать первую и третью доли, сильную и относительно сильную доли, произведение будет восприниматься ритмически на слух более интересно, чем если бы мы эти доли не подчеркивали щипками. Я хочу сейчас это показать на примере известной композиции. И вместе с вами сейчас обратим внимание на то, как посредством дополнительного усилия правой рукой, когда мы щипаем струны, можно создать такую специфику восприятия композиции. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok И так далее. Можно продолжить по кругу на следующий куплет. Что я хотел подчеркнуть, исполнив вот этот вот куплет известной мелодии 7.40. Если мы акцентируем первую и третью доли, то произведение приобретает дополнительную ритмическую динамичность. Вот мы играем, например. И так далее. У нас уже такое получается интересное ощущение. Чувство ритма нам подсказывает, что так интереснее произведение воспринимать. Или если бы мы, например, играли бы ровненько, вот допустим... Как будто бы какое-то упражнение звучит или этюд. А когда мы... Добавляем дополнительную атаку, усиливаем немножечко щипок, тогда произведение выглядит, ну, или слушается намного интереснее. Я, может быть, сейчас парочку тактов еще наиграю и выведу на экран сами ноты, для того, чтобы вы поняли, как визуально разлететь, где первая, где третья доля. Но я думаю, что если вы музыкант и более-менее ориентируетесь в теории музыки, для вас это не составит никакого труда. Вот наиграю первую парочку тактов самой композиции. Вот эту мы акцентируем ноту. Потом первая доля. Третья доля. Первая доля. Третья. Вот. Ну и так далее по аналогии. И, скажем, играем часть припева. Тоже первую и третью доли будем акцентировать. Ну и так далее. Если эти рекомендации показались вам интересными и вы решили их применять на практике, мне будет от этого очень приятно. Не забывайте ставить лайк этому видео, делиться в социальных сетях, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Кстати, этот прием вы можете использовать не только в данной композиции, но и во всех композициях, где у нас присутствует размер 4 четверти. Может быть, иногда не настолько явно нужно выделять третью долю, но это в любом случае может восприятие произведения качественно улучшить. Всего доброго. Пока-пока. Продолжение следует...